Один из самых частых запросов в комментариях и вообще от россиян, которые меня смотрят сейчас, как убедить родителей. Люди в ужасе от того, что взгляд на очень важную проблему с самыми близкими людьми настолько разошелся и не могут понять, почему же так давно знакомые люди настолько иначе видят мир. Сегодня мы хотим сделать нестандартный для нас ролик. Мы расскажем, как работает пропаганда и какие механизмы используют, чтобы убедить людей думать так, как нужно властям. Мы постараемся объяснить, как телевизор умудряется победить родных детей в дискуссии. Это позволит вам лучше понять, как все это работает, и, может быть, ваши родители согласятся посмотреть этот ролик, и он изменит что-то в их взглядах. Вы тоже заметили, как круто мы изменились? Помните, еще вчера все говорили, лишь бы не было войны? А сегодня за два простых слова сажают, и срок больше, чем за убийство. Украинцы были нам добрыми соседями, а теперь они чуть ли не поголовно бандеро-фашисты. Жители Белгорода, как на соседнюю улицу, ездили в Харьков за продуктами на огромном рынке Барбашова. А сегодня из Белгорода в Харьков летят крылатые ракеты. Кстати, тот самый рынок после очередного обстрела сгорел. Вы обратили внимание, как изменилась наша речь? Откуда у соседа по лестничной клетке, который лет 10 работает в продуктовом магазине окраинникам сканвордов, в речи появились слова «укры», «нацики» или «мирняк»? Почему незнакомые друг с другом люди по всей стране одновременно решили, что 8 лет терпели, что нам не оставили выбора, что победа будет за нами, а фамилию президента Украины они коверкают подозрительно одинаково – «Зеля». В телевизионном мире наша страна процветает. Средние зарплаты такие, что терапевт городской больницы или школьный физрук – средний класс. В европейских обменниках скоро за рубль будут давать евро, а за доллар – в морду. Доллар, как известно, скукоживается. А пока весь мир плачет над Достоевским, вчитывается в Чехово и восхищается блинами, «Русские сезоны, в Китае растет спрос на все наше». Многодетная семья из Омска заблудилась в комнатах новенькой квартиры, выданной согласно майским указам. Конечно, на все это благополучие зарятся враги. Пусть утрутся, несокрушимая армия с высокоточным оружием нас обязательно защитит. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Вот только за пределами телеэкрана ничего этого нет. В 2022 году, когда человечество озабочено разработкой беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, поиском альтернативных источников энергии и лекарств от рака и болезни Альцгеймера, в нашей стране от старости рушатся дома, а наша национальная идея – за свой счет собрать мужика на бессмысленную войну. Это все свое, мальчишки! Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военных. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. Так, мужики, только не ржать! Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Пулевое ранение прямо туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Разве в таком мире мы и мечтали? На самом деле, не то, чтобы мы его сознательно выбирали. Этот выбор сделали за нас. Кто? Пропаганда. Точнее, ее темная сторона. В основе любой новости лежит факт. Это событие, которое произошло в реальности, в конкретном месте и в конкретное время. У факта есть важная особенность. Мы можем его верифицировать, то есть проверить как минимум в двух независимых друг от друга источниках, что он реально существовал. Простой пример факта. Владимир Путин стал президентом России. Это событие произошло в реальности. У него есть место и время. А главное, мы можем это проверить. Например, откроем официальный сайт президента России. Кажется, второго источника можем взять, скажем, сайт президента Турции. И найдем на нем новость о встрече Эрдогана с Путиным. Получается, новость — это исключительно констатация факта. В ней не должно быть выводов, объяснений события или призывов к действию. Другое дело — мнение. Мнение, в отличие от новости, не может быть истиной. Это лишь точка зрения, которую мы можем разделять или нет. В любом телевизионном сюжете, в котором речь идет о социально значимой проблеме, должно быть минимум два мнения. Вот уже целый месяц мы слышим две совершенно разные версии событий в Газе. Согласно первой, мирные палестинские граждане гибнут и получают увечья в результате интенсивных израильских обстрелов с суши, воздуха и моря. Однако Израиль утверждает, что на деле все обстоит иначе. И демонстрирует видеозаписи, как военные в последний момент отказываются от удара, если видят поблизости от цели мирных жителей. Итак, теперь мы знаем, что новость преподносит нам только факты, но не навязывает отношения к ним. Мы сами решаем, как оценивать факт на основании своего опыта, своих ценностей и тех суждений, которые озвучили лидеры мнений. Как только новости сливаются с мнением, нас обманывают. Газоснабжение Берлина в безопасности благодаря трубопроводу «Северный поток-1». Собственно, для этого «Северные потоки» и строили, чтобы избежать политического шантажа Киева. Украина говорит, вы, европейцы, получите меньше газа, который идет через нашу территорию. Поэтому дополнительно усильте ваше давление на Россию. Когда все средства массовой информации в стране переходят под контроль одного лица или ограниченной группы людей, наделенных властью, они могут стать орудием преступления и разрушения обществ. Ну, наступление, нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. Мы ждем. У нас с 19-го числа 23 человек, у меня 7 человек осталось. Ждем, люди нужны. За 22 года Владимира Путина в России построена и отлажена машина пропаганды. Но вот вопрос, а что, собственно, пропагандировать? Нарисовать привлекательную картину будущего и предложить вместе в него отправиться нынешняя власть не может, потому что вся ее идеология сводится к фразе «нет Путина, нет России». Но подождите, а что будет со страной, когда президент умрет? Это ведь случится когда-нибудь? Вот и выходит, что власти лучше избегать разговоров о будущем. И раз уж Владимир Путин собрался покинуть Кремль только вперед ногами, то как объяснить людям потребность в столь долгом правлении? Он не ведет свою родословную от Рюрика. Шапка Мономаха подполковнику КГБ будет велика. Зато ярлык на вечное царство может выдать советский солдат. Так машина пропаганды взялась за важную и болезненную часть российской самоидентификации – Великую Отечественную войну. Пропасть сознания. Нет, просто пропасть. Есть же такое. Как, например, обвешанные оружием отморозки, решившие растоптать красное знамя на глазах у стариков, у которых в жизни, возможно, одна надежда и осталась. Не могу успокоиться, сколько не смотрю это видео с маленькой хрупкой старушкой, которая вмиг стала для всех нас самой близкой, как мама. Из народной памяти без всякого стеснения выдергивались узнаваемые образы, чтобы объяснить события в современности, не имеющие никакого отношения к той войне. Взращиванию культа победы способствовала и почва. Тот образ победы, что был сформирован в послевоенные годы. Сталинский режим неохотно говорил о цене победы. Ведь тогда пришлось бы признать не только стародание и гибель великого множества людей, но и ошибки, допущенные в ходе военных действий. День победы стал главным объединяющим праздником именно при Путине. В советское время таким событием была годовщина Октябрьской революции. 7 ноября. Именно к этой дате готовили парад на Красной площади и сдавали грандиозные стройки. 9 мая – это был, скорее, народный праздник. И грустный. Ветераны встречались со служивцами в парках и скверах, воскрешали в памяти фронтовые годы и поминали павших товарищей. Близки и понятны чувства подвидели. Их радость, гордость. Первый после 45-го года парад Победы провели лишь в 20-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Тогда к власти пришел Леонид Брежнев. Он сам побывал на фронте и таким образом почтил боевых товарищей. Всего же, не считая июня 45-го, в советскую эпоху парад проводили лишь три раза. В нынешней России на осмысление периода после распада Советского Союза наложен запрет. Режиму Владимира Путина вредны и разносторонние оценки 90-х. Времени, когда он вошел в верхние эшелоны власти. И уж тем более ему не нужен анализ его собственного правления. Поэтому, кроме фильмов о бандитах и беспределе, об этом времени на экраны ничего не выходило. Да и нет в новейшей истории России события, способного стать объединяющим для всей страны. Для общества День России 12 июня или День Народного Единства 4 ноября это просто лишние выходные. Мало кто понимает, что мы, собственно, в эти дни отмечаем. А вот Великая Отечественная война затронула каждую семью. На этих травмах паразитирует пропаганда. Она упрощает сложные и трагические события тех лет до примитивных штампов. Тут черное, тут белое. Переписанный и выхолощенный до лозунгов истории «Война добра со злом» все еще продолжается. Все, кто выступают на нашей стране, герои, наследники победителей. Мы знаем, за что воюем. За то, что наши деды воевали в Великой Отечественном, да и раньше. Все, кто против – нацисты, фашисты, бандеровцы и прочая пятая колонна. Были эти сволочи бандеровские. Пропаганда – дело сугубо практическое, примерно как промышленное производство. Тема Великой Отечественной войны требует от пропагандистов меньших затрат, чем любая другая, и на выходе дает более эффективный и востребованный продукт. Не случайно вторжение России в Украину оправдывают как раз борьбой против фашизма и нацизма. С распадом Советского Союза Украина стала независимой страной. В ней выросло целое поколение людей, которые идентифицируют себя как украинцы. Говорят на украинском языке и на русском тоже. Живут своей жизнью и сами выбирают себе президента. Какого пожелают. Нами манипулировали, применив один из принципов военной пропаганды. Он гласит, «Лидер нашего врага – сущий дьявол и истинное зло». Не кажется ли вам странным, что когда Россия вступает в спор с какой-нибудь страной, ее президент немедленно оказывается клоуном, трусом, продавшим свою страну или марионеткой? А потом эта страна по удивительному совпадению обычно теряет часть своих территорий. Госпропаганда манипулирует нами, заставляя поверить в то, чего на самом деле нет. В ее руках обширный набор инструментов, которые позволяют успешно управлять нашим сознанием. Убедитесь в этом сами. Конфликт российской власти с Украиной начался после Оранжевой революции в середине нулевых. В вооруженное противостояние он вылился следом за Евромайданом конца 2013-го – начало 2014-го годов. Рассказывая нам об этих событиях, федеральные каналы применяли весь спектр методов воздействия на общество, которые достаточно подробно описал наш проект «Антипропаганда». Мы знаем эти методы и можем показать, как с их помощью манипулировали нашим мнением. Выбор метода пропаганды зависит от задачи, которую решает манипулятор. Сейчас мы пройдемся по основным приемам и покажем, как нас пытаются обманывать. Все методы распределим на четыре группы. Для этого воспользуемся пирамидой новостей. Всю картину мира, какой она представлена в новостях, можно разложить на главные элементы. В основании пирамиды – факты, то есть события, произошедшие в реальности. Из фактов формируются новости. Вот они на следующем уровне. Новости нейтральны. Они не дают оценок и не заставляют делать выводы. Анализ новостей находится на третьем уровне – это мнение. Здесь расположены высказывания экспертов о произошедших событиях. Лидеры мнений комментируют новости, каждый по-своему. Теперь есть несколько разных точек зрения по вопросу, который нас волнует. Мы можем выбрать то мнение, которое посчитаем обоснованно. На вершине пирамиды картина мира, то, что мы знаем о нем из телевизора, интернета или из газет. На каждом уровне пирамиды новостей федеральные телеканалы пользовались различными методами пропаганды и манипуляции. Эти методы по сути своей намеренные нарушения базовых принципов передачи достоверной информации. Посмотрим, как это происходит. Избирательная правда, полуправда и ложь. Эти приемы позволяют манипулировать нашим восприятием на уровне фактов. Тут все просто. Из произошедших в реальности событий для новостей отбираются только те, которые подтверждают определенную версию. Факты, которые противоречат этой версии, игнорируются. Так, с Евромайдана, например, на телеэкраны попадали в основном агрессивные националисты. Во время вооруженного конфликта на Донбассе мы видели в телевизоре разрушение, обстрелы и гибель людей только с пророссийской стороны. Но все то же самое на другой, украинской стране осталось за кадром. Политические изменения в Украине и развитие страны нам показывали, как перебранку клоуна, а позитивные процессы как будто отсутствовали вовсе. Взяли ребенка трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску прибыли. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Не будь нашей страховки, пылал бы сейчас Крым, да крови было бы хоть отбавляй. А так ни одного выстрела на поражение. Отфильтрованные факты попадают в новости. Из них федеральные каналы собирают информационные программы, нарушающие главный принцип журналистики — объективность. Эти выпуски вызывают эмоции и раздают оценки событиям, которые описывают. Вы замечали, что после очередной программы «Время» по первому каналу вы испытываете сильные чувства — ненависть, страх, гордость или отвращение? Вот это оно и есть. В той же программе «Время», если обращали внимание, любят фоном к новостному сюжету пустить душесчипательную музыкальную дорожку. А музыка — лучший способ вызвать нужную эмоцию. Девушки сами ездят в зону боевых действий и передают помощь лично в руки как бойцам, так и мирным жителям. Именно поэтому в Артемовск или Бахмут, как его переименовала Украина, прорываются сейчас российские войска и штурмовые группы Вагнера ради тех, кто ждет своих, против тех, кто выполняет киевский приказ вернуть Донбасс любой ценой. Но новости должны оставаться беспристрастными. Если это не так, нашим восприятием манипулируют. Для этого часто применяют методы лингвопропаганды, то есть используют различные художественные средства и приемы для искажения информации и эмоционального воздействия на аудиторию. Один из популярных методов контроль вербальных обозначений. Что это такое? Например, когда вы ведете ребенка к стоматологу и не хотите его пугать, то вместо слов врач или лечить зубы вы говорите тетя просто посмотрит. Точно так же высокоточные удары или зачистка территории как бы выметают из сознания смертоносный характер событий. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Или наоборот. Берется какое-то нейтральное понятие и обозначается грубо или уничижительно, чтобы придать ему негативную окраску. Давайте посмотрим, как в теленовостях называют украинских военнослужащих, например. Киев сегодня это террористический режим. Так вот, для украинских нациков эта операция направлена на усмирение кровавых нациков. Передовые бронегруппы неонацистов и наемников. Украинские боевики. Неонацисты сами выложили доказательства своей вины. А что с анализом происходящего? Ясное дело, на федеральных каналах точка зрения только одна, государственная. Но чтобы скрыть однобокость мнений, пропагандисты пускаются на жанровые китрости. Программа телепередач наполнена политическими ток-шоу, а с начала полномасштабной войны в Украине их крутят вообще нон-стопом. Время покажет и большая игра на первом, 60 минут по России 1 вместо встречи на НТВ. Вон как их много. Вроде как даже идет общественная дискуссия. Но по факту на разные лады пересказывается одна и та же точка зрения. Еще в таких передачах применяется метод сторонняя техника. Работает это так. Люди охотнее верят в суждения, высказанные независимым специалистам. Что делает пропагандистский ток-шоу? Привлекают якобы сторонних экспертов. Американских журналистов, например, которые на проверку оказываются не очень американскими и не очень журналистами. Или мнимых украинских политологов, которые просто отыгрывают роль как в спектакле и говорят то, что заранее согласовано где надо. Эту же технику применяли при освещении политической жизни Украины после Евромайдана, военного конфликта на Донбассе, вторжения в соседнюю страну или псевдореферендумов на востоке Украины. В описании событий в Украине любимые приемы федеральных телеканалов повестка дня и повторения. Никакая пропагандистская техника не будет успешна без постоянного повторения утверждений, в которые мы должны поверить. Люди склонны доверять телевидению, считают, что в первую очередь их информируют о самых важных событиях, а менее важные или развлекательные вроде культуры и спорта отправляются в конец передач. Помните, как все 8 лет едва ли не каждый выпуск новостей начинался с темы «Что там в Украине?» Или как после очередной прямой линии с Владимиром Путиным, федеральные каналы целый день разбирали реакцию западных СМИ. Будто у иностранных изданий не было других тем. В мире происходит много разных событий, но нам изо дня в день рассказывают одно и то же. Так нашим сознанием манипулируют, преувеличивая значимость на самом деле не таких значимых событий. В субботу в Киеве от триумф украинской независимости военный парад в Киеве в честь главного национального праздника принял глава Пентагона. Не допустить распродажи Украины. Верховная Рада одобрила ведение военного положения. Правда, не везде и на меньший срок. На Украине мы еще вернемся. На Украине тем временем на Украине. На Украине начался газовый майдан. На Украину. Где мы были эти восемь лет? Перед экраном телевизора, но что мы в нем видели? Может быть, сюжеты о том, что волнует жителей России? У нас огромная страна и гора нерешенных проблем. На одну только еду средний россиянин тратит ползарплаты. Миллионы наших сограждан влезают в микрозаймы, чтобы просто накормить и одеть на зиму детей или собрать их в школу. Мы видим, как в продуктовом старики считают пенсию купить хлеб, молоко и десяток яиц или шикануть и добавить овсяное печенье. Серьезно, в нашей стране нечем заняться? Но вместо этого восемь лет каждый выпуск новостей начинался с событий в соседней стране. Будто мы живем не в России, а в Украине. нашим вниманием управляли. Методично и упорно нас приучали к тому, что проблемы соседней страны это наши проблемы. И ладно бы только это. Посмотрите, что вбивали нам в головы все последние восемь лет. Что Украина это никакая не самостоятельная страна, что ее восточные территории это наша земля, что бандеровскую нечисть нам Бог велел оттуда вымести. И закономерным следующим шагом стала вооруженная агрессия. Вечер 23 февраля. Среда. После признания ДНР и ЛНР, после допроса на Рышкина на совбезе у Путина мы понимаем, что-то будет. Хотя Песков и Лавров уверяли, мол, Россия никогда ни на кого не нападала, а все слухи провокация Запада. 24 февраля. Около 6 утра по Москве. Кто-то еще спит, кто-то уже встал, потянулся за смартфоном или пультом от телевизора. Бам! Крылатые ракеты бьют по Киеву. Взрывы в Одессе, Днепре, Мариуполе, Ивано-Франковске. По Харькову стреляет дальнобойная артиллерия. Граница Украины прорвана. Колонны военной техники двигаются из Беларуси. Десант в Гастомеле. Бои под Сумами. Российские войска подходят к Харьковской окружной автодороге. Движение по всему фронту на Донбассе. Войска приближаются к Херсону и Мелитополю. Двигаются в сторону Мариуполя. В телеграм-каналах первые убитые. Владимир Путин в видеообращении объявляет цели и задачи специальной военной операции. Вкратце они сводятся к деноцификации, демилитаризации Украины, суду над преступниками и защите жителей Донбасса. Дальше по ходу войны менялись и лозунги, и то, как ее объясняли аудитории. Если сравнить выпуски теленовостей в начале марта и в наши дни, то мы увидим заметную разность. Так весной в новостях российская армия наносила удары исключительно по военным базам, складам и аэродромам. Сейчас федеральные каналы показывают прилеты крылатых ракет и дронов Камикадзе по электростанциям, центральным улицам городов, жилым домам и даже детским площадкам. И это вроде как уже норма. Вспомните, как в начале войны отрицалась самовозможность присоединения украинских территорий, как президент подчеркивал, что принимать участие в спецоперации будут только профессиональные военные. Прошло 10 месяцев. Территории вписаны в Конституцию, мобилизация по всей стране. Почему теперешняя реальность противоположна изначальным заявлениям? Смотрите еще одну вещь. Вот программа передач Первого канала в четверг 17 февраля за неделю до начала войны. И вот она же 24 февраля. Политический ток-шоу одно за другим с перерывом только на новость. Зачем это надо? Чтобы у нас не было времени поразмыслить, поискать другие источники информации, точки зрения. Это как прием телефонных мошенников. Они без остановки болтают и болтают и не дают жертву вставить слово и подумать. А потом человек удивляется, как он мог перевести миллион службы безопасности Сбербанка. А вот так. Давайте посмотрим, как пропаганда манипулировала нашим сознанием в начале войны и как менялись ее методы с течением времени. На начальном этапе федеральные каналы объясняли войну в Украине так. Это ответ России на угнетение русскоязычного населения и превентивная мера, потому что оттуда готовилось нападение. Войну изображали молниеносные спецоперации, в которой применяются высокотехнологичное оружие и нет жертв среди гражданского населения. Использовался метод полуправда. Никакой хроники боев и разрушений, только колонны военной техники и бодрые российские солдаты в чистой форме. Прием демонизации врага оправдывал вторжение, а контроль вербальных обозначений отвлекал от гражданских жертв. Смотрите сами. Фейки, провокации, биологические эксперименты над пациентами психбольниц, новые доказательства и новые документы о том, что происходило на территории Украины под патронажем люди с высокой стадии физического истощения становились объектами для опытов. Как, например, они перенесут особо тяжелый вид туберкулеза, полученный искусственным путем в лаборатории. Дежурство в воздухе была обнаружена и опознана воздушная цель. По согласованию с командным пунктом было выполнено введение на данную цель. Сейчас основная задача это введение оборонительного боя и не допущение прорыва противника в сторону населенных пунктов. В конце марта замглавы Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской объявил новый этап войны. Российские войска оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую область. Как отвлечь внимание аудитории от масштабного отступления? Тут пригодился метод игра с масштабом. Фокус внимания в новостях был аккуратно смещен с Киева на Донбасс. Города Северодонецк и Лисичанск обрели такое значение, будто от их захвата зависел исход войны. Но вспомните конец февраля. Сколько раз мы слышали об этих городах? А тут забили эфир новостями с Донбасса, перестали упоминать Киев и вуаля, об отступлении зрители забыли. Лисичанск, Северодонецк прямо сейчас. Сегодня открыли гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с территории завода Азот в Северодонецке. Город Лисичанск медленно, но верно возвращается к мирной жизни. В начале сентября вооруженные силы Украины провели контрнаступление в Харьковской области и под Херсоном. На фоне военных неудач цивилизацию. Так война перестала быть ежедневным сериалом по телевизору и пришла в дом каждого россиянина. Что делать с растерянными и перепуганными людьми? Конечно, воздействовать на эмоции. Если ты не хочешь поддержать государство в столь непростое время, значит ты трус и предатель. Твой стыд должен перевесить твой страх. Для возбуждения патриотических чувств годятся такие приемы. Ложная дилемма. Она предполагает только две точки зрения. Либо ты с нами, либо ты против нас. Любые промежуточные варианты как бы не существуют. Родину они предали. Шендерович, Латынина, Волков. Верность. Очень простой механизм. Поддерживай нужную точку зрения, чтобы не выглядеть в глазах окружающих предателям и трусам. И не тебе, мразь антисемитская, продавший честь русского офицера, свой грязный поганый рот открывать на верховного главнокомандующего. Неизбежная победа. Суть приема. Будь на нашей стране, потому что наша победа неизбежна. Слышали по телевизору фразы вроде «мы не можем проиграть» или «победа будет за нами». Вот это оно. За нами правда, а в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами. Размахивание флагом. Еще один популярный прием. Мол, наше государство заботится исключительно о благе нации. Если ты патриот своей страны, конечно, ты ее поддержишь. Когда пошла мобилизация, я понял то, что я хочу. Это желание на чем основано? На патриотизме, я так скажу. На патриотизме. Обобщение. Это как в СССР. Показали отдельное образцовое подразделение на учениях и сделали вывод, что проблем с мобилизацией нет. А если где-то случаются нарушения, то это перегибы на местах. С ними разберутся отдельно. Продолжается призыв только находящихся в запасе офицеров. Мобилизованным предоставляется необходимое обмундирование. Козел отпущения. Вину переложили с Путина и государства в целом на отдельных военкомов и чиновников. А пропагандисты, вроде Маргариты Симоньян, сыграли роль громоотвода, принимая и обрабатывая жалобы. Вы же знаете, что я все это время занимаюсь проблемами с мобилизацией, неправомерно мобилизованными. И уже получилось с помощью сотрудников наших, с помощью военной прокуратуры большое ей спасибо, которая, кстати, инициативно на нас вышла. Сама генпрокуратура на нас вышла и сказала, что военная прокуратура готова нам помогать. Однако, где россияне оказались к середине зимы? В изолированной стране, которая ведет затяжную войну и уже объявила мобилизацию. Мы до сих пор не понимаем, чего точно наше государство хочет добиться в этой войне. Нас утопили в информационном шуме, где сложно выловить точное описание цели, к которой мы идем. И они прекрасно понимают, за что мы там воюем и с кем мы там воюем. Ну вот скажите, хорошо, скажите, вы так вот знаете, да? За что мы там воюем? Мы воюем. Мы боремся с нацизмом. Каким нацизмом? В смысле с каким нацизмом? Вам надо объяснить. И самым прямым человеком, который угрожает нашей целостности, нашей стране. Дайте я вопрос задам. Что вы любите так перебивать-то? С каким нацизмом? Вы хотите сказать, что вся Украина, все пропитаны, все украинцы нацисты, что ли? Я вам могу сказать так. А вы хотите сказать, что Третий рейх был насквозь 100% нацистским? Куда делись тогда 6 миллионов, которые проголосовали в 1933 году в 1932 году за коммунистическую партию Германии? Это не значит, что 100% украинцев являются нацистами. Есть такое понятие, как нацистская диктатура. Нас обманывают. И пора это просто признать. Теперь давайте посмотрим на примеры использования этих приемов пропаганды в выпусках новостей на федеральном телеканале. И обо всем по порядку. На линии боевого соприкосновения наше подразделение успешно держит крепкую оборону, изматывая противника и пресекая попытки контратак. Для этого у российских бойцов есть все необходимые средства боевого поражения, но главное – непобедимые воли и сила духа. На позиции их регулярно идет замена личного состава, чтобы ребята могли отдохнуть, набраться сил и вновь на рубежи противостоять украинским неонацистам. Победа будет за нами. Каждый день наши военные проявляют мужество и самоотверженность на передовое. Позже, в ходе боев, уничтожил большое количество украинских националистов и подбил две вражеские БМП. Боевики были вынуждены отступить. Украинские националисты чуть больше, чем за полчаса трижды открывали массированный огонь по Донецку, по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города было выпущено 20 снарядов натовского калибра. Ранее утром из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» ударили по городу Зугрес. Одну из ракет, запущенные по Зуевской ТЭС, сбили ПВО. Станция работает штатно. Еще шесть снарядов обрушили на поселок Новый Свет. Повреждена Старобешевская электростанция. Власти сообщают, что как минимум два сотрудника находятся под завалами. Из ствольной артиллерии атакована Еленовка, выпущено четыре боеприпаса натовского калибра и поврежден магазин. Всего за сутки радикалы выпустили около двухсот снарядов по ДНР, и это несмотря на объявленный режим прекращения огня, который действовал до полуночи. В результате атак со стороны националистов ранение получили два мирных жителя. К слову, среди простых немцев, сторонников отправки Киеву танков явное меньшинство. Причем многие эксперты обратили внимание, на этот шаг Берлин пошел под серьезным давлением со стороны Вашингтона. А сейчас о том, как за рубежом ценят и любят нашу культуру. В том же Китае на нее настоящий бум. Музыка, кино, литература, гениальные произведения, которые составляют наш золотой фонд. Очереди на вход, полные залы, овации, все это лучше любых слов. Говорят, как бы ни старались на Западе бойкотировать наши классиков, их труды бессмертны и фундаментальны. И в творчестве, политическим играм места нет. Все это выглядит особенно ярко на фоне того, что на Западе нашу российскую культуру фактически пытаются отменить, как будто и не было никогда Чайковского, Достоевского, Чехова. Но китайцы реагируют с таким энтузиазмом, что остаться в стороне просто невозможно. Интерес к нашей культуре явление историческое. Еще в прошлом веке в Китае на Ура шел фильм про Анатолия Флемови Ци. Анатолия Ефремовича. В общем, служебный роман. Эти кадры Китай готов пересматривать вечно, но не готов на этом остановиться. Общее одно. Китайцам сейчас очень интересна наша культура во всех ее проявлениях. Музыка, истории, нашей любви к родине. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Видите, сколько раз во время одного единственного выпуска новостей манипулируют нашим мнением, нашими эмоциями, нашими мыслями, чтобы навязать нужную точку зрения. Но теперь вы знаете, куда смотреть и можете вовремя заметить, что вами манипулируют. И вот по поводу расчеловечения. Школа, обычная запорожская школа номер 106. Детям, маленьким деткам в третьем, четвертом классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие украинские птицы и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь это птица, символизирующая клятую Россию. В современной России госпропаганда это огромный завод по производству народного продукта с этикеткой «Правда». В руках этого системообразующего предприятия обширная сеть распространений от федеральных телеканалов до интернет-изданий и соцсетей. Ежедневно тысячи директоров, мастеров, разнорабочих и продавцов фирмы выполняют план. Товар поступает в каждый дом, а продукция конкурентов просто выдавлена с рынка. Но под этикеткой с надписью «Правда» лишь обман. Да, нас обманули. Принять это трудно. Но намного хуже продолжать жить иллюзиями. Государства, телеведущие, знаменитости и эксперты должны были объяснить нам, как устроен сложный мир политики, экономики и общественных связей, разжевать трудные вопросы, дать на выбор несколько простых решений, чтобы мы могли двигаться в будущее. Но вместо этого нам указали один единственный путь в прошлое, а по сути в тупик. Нас обманывали. Годами. Ложь бывала агрессивной, иногда даже искусной, но до поры до времени безобидной. Теперь же она в прямом смысле убивает людей, разрушает нашу страну и перечеркивает будущее наших детей. Рано или поздно придется отвести взгляд от телеэкрана, оглянуться вокруг и рассмотреть, в каком мире мы на самом деле живем. В реальном мире иногда трудно и неудобно, но у него есть неоспоримое преимущество. Он реальный. Не кто-то другой, а мы сами выбираем, как нам жить, кого любить и каким путем идти. В реальном мире психически здоровый человек не причинит вред другому без причины. Мы становимся агрессивными только тогда, когда видим перед собой угрозу. Это защитная реакция, заложенная в нас природой. Но когда чувство опасности нам внушает авторитет, мы способны на насилие. И тогда слова могут убить. Как это было во время геноцида в Руанде, где в 94-м году от рук армии, полиции и добровольцев с мачете погибло около миллиона человек. Не последнюю роль в этих зверствах сыграло печально известное свободное радио, которое в открытую призывало убивать людей. Но в той истории был и другой поучительный факт. В тех деревнях африканского государства, которые не покрывало вещание радиостанции или сигнал проходил плохо, люди реже брали в руки оружие против своих соседей. Сомнение – главный враг пропаганды и, пожалуй, единственное эффективное противоядие от ее разрушительного воздействия. Роль несогласного меньшинства нельзя недооценивать. Пропаганда уничтожает общество не сразу. Медленно, незаметными, но регулярными дозами она проникает в наше сознание. В результате всего за несколько лет здоровая страна сходит с ума, а люди, которые совсем недавно больше всего на свете ценили мирное небо над головой и светлое будущее для своих детей, жаждут войны и мечтают о ядерных ударах по центрам принятия решений. Вспомним самих себя лет 10 назад. О чем мы мечтали? Какими мы представляли себе 20-е годы? Вы тоже заметили, как круто мы изменились за эти годы? Но пора научиться сомневаться. Ведь те же люди, которые сейчас поверили в бандеровцев и фашистов в Украине, они же ведь не верили в своей молодости советской пропаганде не занимались на самом деле строительством коммунизма. Нынешняя пропаганда просто намного эффективнее, но люди-то те же. Они умеют самостоятельно анализировать происходящее, подвергать сказанное сомнению. Просто настолько хороша пропаганда, что в данном случае люди этим умением предпочитают не пользоваться. Но пора ведь начинать. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok